Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале короткая глава. Еще одно ДТП. В Табасаранском районе водитель сбил несовершеннолетнего пешехода. Успеют до морозов. Укладка нового дорожного полотна по улице Каркмасова в Махачкале идет ударными темпами. Вернуть их к жизни, подарить мечту. Благотворительный фонд Инсан подвел итоги работы за год. Накануне в Табасаранском районе 49-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который шел по краю проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний мальчик, проживающий в селе Ягдык, с различными телесными повреждениями, госпитализирован в больницу. Состояние ребенка оценивается как критическое. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Напомним, за прошедшую неделю на дорогах республики произошло 27 ДТП, в которых погибли 7 человек и 32 получили травмы различной степени тяжести. По факту наезда на ребенка, объясните коротко, как у вас случилось, при каких обстоятельствах. Сотрудники ФСБ задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан 22 года назад. Ими оказались уроженцы Ставропольского края Канмурзаев Ильхан и Бакиев Каирбек. Им предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым – пожизненное лишение свободы. По версии следствия, Канмурзаев и Бакиев участвовали в нападении на населенные пункты Ботликского района в августе 1999 года. Арестован начальник туберкулезной больницы при Дагестанском управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Он обвиняется в получении взятки в размере 195 тысяч рублей. Такая сумма потребовалась за ускорение процесса освобождения заключенного в связи с болезнью, который содержался в лечебном исправительном учреждении Махачкале. Как сообщает пресс-служба Советского районного суда, обвиняемый заключен под сражу до 20 февраля. Проект на сотни миллионов рублей. Производство жидкого медицинского кислорода для медучреждения стоимостью более 760 миллионов рублей планируют запустить в Дагестане. Реализация планируется в период с 2022 по 2026 годы. Предполагаемая производительная мощность – 29 тонн кислорода в сутки, что полностью покроет потребности региона в медицинском кислороде. Работы по укладке нового дорожного полотна по улице Каркмасова перешли к финальному этапу. Здесь установлен бордюрный камень, очищенное дорожное полотно. После мытья улицу просушат при помощи спецтехники. Уже заранее под землей проведены интернет-кабели. Активно ведутся работы по прокладке кабельной канализации интернет-провайдеров «Эрлайн» и «Росиликом». Для чего это делается? Для того, чтобы все воздушные линии аптековолоконной связи проложить в подземное исполнение. Чтобы не портить облик города. Все материалы были завезены. Работают две бригады. Данная работа будет закончена до конца года. Все проходящие переходы через дорогу были завершены до укладки асфальта. Все остальные работы будут проходить по зеленой зоне. Мэр Бахачкалы Салман-Дадаев в очередной раз посетил реконструируемый участок. Укладка выравнивающего дорожного полотна начнется на участках от улицы Толстого до улиц Дзержинского, Абубакарова, Кадырова и до Доходаева. И к другим темам. Более десятка миллионов рублей в этом году благотворительные фонды «Инсан» направил на лечение больных детей и на помощь малоимущим. Эти данные были озвучены на подведение итогов самой крупной в республике благотворительной организации за 2021 год. Среди гостей мероприятия были не только меценаты, но и известные политики. О компании, которая способна вернуть к жизни и подарить мечту в сюжете «Хамзанра Магомедова». Рабьят Магомедова не верит своему счастью. Только что она услышала, что стала собственницей однокомнатной квартиры. У нее четверо детей и пожилая мать, у которой буквально на днях диагностировали онкологию. «Всегда была мечта иметь свой дом. Моя мама сейчас в данный момент больная, она в постели еще говорила. Пока я не умру, я не смогла себе дом постой. Сейчас хочу встать в первую очередь, к маме пойти, обрадовать ее. Мама дома, да? Моя мама раком болеет, самая последняя стадия. Сейчас надеюсь, что ничего нет, с больницей домой отправили ее. Это не первый щедрый подарок от строительной компании «Рост». Они в качестве заката обрадовали квартиры уже вторую нуждающуюся семью из числа подопечных фонда «Инсан». Я уверен, что в фонде «Инсан» знаю, как они работают, знаю, кто за этим стоит, наш муфти. Поэтому не было никаких сомнений вообще. Я стал застройщиком много лет. Все наши близкие, родные, друзья, все помогали через фонд «Инсан». Вижу, как они работают, какую труду они укладывают в это дело. Поэтому там не было никаких сомнений. На подведение итогов собрались много известных гостей. Это и депутаты Госдумы, министры, руководители городов и районов республики, а также меценаты. Они признаются, что на сегодняшний день фонд «Инсан» – самая крупная и самая эффективная благотворительная организация региона. Фонд «Инсан» – это уникальное явление не только для Дагестана, я считаю, но для России в целом. Потому что в объемах, я имею в виду, в конкретной помощи, которую наш фонд делает в течение года здесь, в Дагестане. И не только. Мы видим, что результат супермощный. Помогали, помогаем, будем помогать и принимать участие столько, сколько на это будет возможности и, соответственно, времени. Фонд «Инсан» в этом году собрал десятки миллионов рублей на благотворительность. Помощь в лечении оказали тяжело больным детям, чья жизнь держалась буквально на волоске. Обеспечили лекарственными препаратами больных коронавирусной инфекцией. Построили и отремонтировали дома, а также помогли в приобретении жилья малоимущим многодетным семьям. Таких направлений у фонда больше десяти. Только по программе «Продукты в каждый дом» среди жителей республики удалось раздать в этом году больше 330 тонн продуктов питания. В приоритете фонда это всегда медицинская программа, тогда, когда в фонд обращаются подопечные, кому необходима операция, реабилитация или же покупка дорогих медикаментов. Там, где стоит вопрос жизни и смерти, соответственно, всегда в приоритете это медицинское направление. Каждое направление фонда имеет свою определенную важность. Как бы сказать, что мы выделяем какую-то программу, тоже мы не можем, но каждая из них, она в свою очередь решает какие-то проблемы общества. На подведение итогов гостям презентовали мобильное приложение фонда «Инсан». Её лёгкость в использовании и доступность для каждого. В этом году через мобильное приложение удалось закрыть более 200 сборов на лечение тяжелобольных людей на сумму свыше 65 миллионов рублей. Когда была тяжелая эпидемиологическая ситуация, они активно подключились, они очень активно поддерживали и медицинских работников, которые оказывали эту медицинскую помощь. Они поддерживали их семьи, поддерживали их детей. И мы должны сказать большое спасибо фонду «Инсан», который всегда рядом с нами. И мы всегда знаем и можем надеяться на то, что они в любой ситуации поддержат, в любой ситуации будут рядом. И мы со своей стороны всегда готовы на самое тесное и теплое сотрудничество. Ежегодно, ежедневно, ежесекундно, ежеминутно активисты фонда спешат на помощь тем, кому труднее. И я могу сказать, что для меня фонд «Инсан» – это хорошие, добрые друзья. И уже давно так сложилось, что мы уже партнерствуем, соответственно. Много акций провели. На мероприятии выступили известные исполнители нашидов. Гостям также показали видеоролики про ежедневную работу сотрудников благотворительного фонда «Инсан». Хамзану Магмитов, Камиль Магаев, Мурат Бекбарцев, телеканал ННТ, Каспийск. 15 заветных желаний детей с ограниченными возможностями, исполненные в канун Нового года. Так в Каспийске прошла елка счастья. Подарки для детей-инвалидов были подготовлены индивидуально для мальчиков и девочек. Здесь и конструкторы, и компьютерные планшеты, самокаты и велосипеды. Дети заранее писали об этом в своих письмах. Благотворительную акцию провели в библиотеке имени Фазу Алиевой. Организаторами выступили Каспийское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» совместно с собранием депутатов и администрацией города. Воспитанники Дома детского творчества поддержали новогоднее настроение концертной программой, а в завершении мероприятия был организован праздничный фуршет. От имени Сергея Алимовича хочу поздравить наших детей, подрастающих поколений, с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать им здоровья крепкого, благополучия, счастья. Когда наши дети счастливы, мы, родители, становимся тоже вместе с ними счастливыми. Хочу пожелать в Новом Году, чтобы все их желания исполнялись, чтобы такая елка желания была у них каждый день. На следующей неделе мы повторим данное мероприятие, такое же мероприятие проведем, потому что мы, к сожалению, не смогли охватить всех детей сегодня. Поэтому часть детей решили, то есть охватим на следующей неделе. И примерно такую же акцию мы проведем, такого характера. В ковидном нашем центре для наших врачей, которые будут несут дежурство в свое тяжелое время для нас всех. В преддверии Нового Года каждый ребенок ждет своего подарка. Но, к сожалению, не каждый родитель может позволить себе исполнить детскую мечту. 500 новогодних подарков Министерство цифрового развития раздала детям из малоимущих семей. Они организовали эту акцию вместе с волонтерами и представителями IT-отрасли региона. В гости к детям вместе с организаторами отправилась и наша съемочная группа. Слово Кариму Даниву. Спасибо, что про нас вспомнили, что есть такая семья. Раисат Магомедов – мать шестерых детей. Живет в ветхом доме у родной сестры. С мужем разошлись 12 лет назад. Сейчас работает уборщицей. Ей одной приходится воспитывать маленьких детей. О своем собственном жилье многодетной матери пока остается только мечтать. Вот так круглосуточно ходила на работах. Их круглосуточно в садик давала. Ну, надо же их поднять, кормить, одевать. А сейчас в чем там мальчик? Сейчас после, как машина сбила. Ну, так хожу, убираться хожу. Убираю, прихожу. Пойти некуда было. У нас жилья нет. Нигде ничего нет. Не чистимся. В такой тяжелой жизненной ситуации оказались сотни семей Махачкалы. Обрадовать их небольшими подарками в преддверии Нового года решили Министерство цифрового развития республики. Министерство цифрового развития организовало благотворительную акцию совместно с IT-компаниями, в рамках которой сотрудники нашего министерства и также наши цифровые волонтеры будут развозить подарки малоимущим семьям. Также мы будем развозить подарки семьям с детьми-инвалидами. Таким образом, мы решили обрадовать в преддверии Нового года детишек и раздать им новогодние подарочки. Помощь в раздаче новогодних презентов в министерство оказали студенты-волонтеры. На собственных машинах они раздали 500 подарков. Участие в доставке праздничных коробок на дом принял и в Рио руководителя ведомства Тамерлан Буганов со своим сыном. Спасибо большое. Так, давай, держи. Спасибо. Давай, держи. Спасибо. Так, давайте, давайте, давайте. Старшему брату и старшему. Давай, старшему брату и сестре, всем давайте. Двери Нового года хотели порадовать детей и присоединились к акции на Новый год. Я с колледжа СК ГИМК и мамы Шамиля и просто хотела помочь, порадовать детей в Новом году. Праздник каждому ребенку. Именно так называлась благотворительная предновогодняя акция. Помимо Министерства цифрового развития, в организации мероприятия также приняли участие Ростелеком, Электросвязь, ИВТ и другие представители IT-отрасли. О списке нуждающихся предоставил благотворительный фонд «Инсан». Карим Даниев, Хамза Нурмагомедов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Качественное топливо, уютное кафе, приветливый персонал, а также мечеть и детская площадка. Все это на территории новой многотопливной автозаправочной станции, которая открылась на южном выезде из Махачкалы. Кроме газа, бензина и дизеля стандарта Евро-5, здесь представлена и колонка для заправки электромобилей. Все подробности у Асиль Манаповой. Многотопливная автозаправка фирмы «Европетрол» официально открыта. Современный дизайн со светодиодным освещением создает комфортную обстановку для автолюбителей. В магазине можно приобрести не только все для автомобиля, но и продукты, напитки, предметы личной гигиены. Появилась и уютная зона кафе, где можно выпить кофе и перекусить. Дело в том, что в целом в мире современная АЗС – это уже давно часть общественного пространства, которое подразумевает решение нескольких задач потребителя. И топливо, то есть сам процесс заправки автомобиля, является здесь приоритетным, но не главным. Наша концепция создает условия для комфортного удовлетворения целого ряда потребностей. Качественная еда, недорогой и очень качественный кофе, другие напитки, санузел с необходимым количеством кабин, в том числе отдельно для детей и людей с ограниченными возможностями. Также имеются рекреационные зоны и огромная дополнительная парковка. При этом мы ставим цель, чтобы клиент получил от встречи с нами и эстетическое удовольствие. Мы создаем атмосферу, а это новый этап в технологиях предоставления услуг. В целом принцип нашей работы отражен в нашей рекламе – безупречное качество топлива, еды и сервиса. Надеемся, мы не подведем наших клиентов. На территории комплекса более 150 парковочных мест заканчивается строительство мечети торгового комплекса с гипермаркетом продовольственных и непродовольственных товаров, бытовой техники и электроники. Сегодня в Дагестане, ни для кого-то не секрет, что огромный поток туристов хлынуло в Дагестан. А это направление у нас, южное направление, очень удобное расположение АЗС. Если сказать одно АЗС, это будет неправда. Здесь целый комплекс. Мы, в буквальном смысле, прошли, сделали такую экскурсию и увидели что-то необычное. На данные АЗС можно приобрести качественное топливо любого типа и марки. Также появилась возможность заправлять еще и автомобили на электротяге. И, как пояснили представители компании, это можно будет взять абсолютно бесплатно. Пока электромобилей в Махачкале мало, но здесь работает на перспективу. Республика нуждается в качественном топливе, которое отвечает всем экологическим требованиям. В первую очередь, Европе и другие. Но здесь отрадно отметить, что именно на этой станции, наверное, одна из немногих точек, где могут еще заправляться электромобили. А мы уже знаем, что эти электромобили – это будущее, это самый эколого-чистый вид транспорта. Поэтому очень, повторюсь, отрадно, что у нас в республике появляются такие точки, такие автозаправочные станции, которые не только качественное топливо предоставляют, но и создают условия для развития сетей автозаправочных станций для электромобилей. В честь открытия три дня подряд с 25 по 27 декабря Европетрол дарили всем клиентам бесплатные купоны на бензин, блюда ресторана и кофе. Ну и, конечно, угощения, призы и подарки. Вот я заправился 30 литров, и мне, как они дали, на 10 литров вот этот талон. В любое время с 1 февраля, января до 1 февраля, могу любой из командов получить 10 литров бензина. Первыми клиентами заправочной станции стали не только мужчины-водители. Сегодня мы приехали на открытие заправки по приглашению наших друзей, и хочу заодно заправиться, потому что наслышано, что топливо высшего качества, лукоиловское, потому что для меня это очень важно, чтобы машина была заправлена высшего качества топлива. Персонал АЗС прошел необходимое обучение. Здесь предусмотрено все – от камер видеонаблюдения до тревожные кнопки. В случае чего службы спасения будут оповещены в автоматическом режиме. Асель Монапау, Салман Гитихмаев, новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Волейболисты из Хасавюртовского района стали победителями чемпионата Дагестана среди мужских команд. Финальный этап соревнования завершился в эти выходные в Махачкале. В спор за награды вступали 8 команд, прошедших зональный отбор. В матче за золото дружина из Хасавюртовского района обыграла столичных волейболистов из ДГУ. На третьем месте сборная Кизелюртовского района. В малом финале они оказались удачливее соперников из Табасаранского района. Победители и призеры турнира получили кубки, медали и грамоты. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.